Об асфальте и не мечтали. В деревне Малые Кубасы Маргаушского района строится долгожданная грунтовка. Правда, сроки сдачи объекта давно прошли. Репортер Екатерина Шиверова решила выяснить, почему стройку даже не начинали. А оказалось, что ждали нашу съемочную группу. Без журналистов никак. Работа кипит, красота ремонтирует дорогу. Песок и щебенка все лучше, чем лужи и грязь под ногами. Кто-то может и позавидовать жителям деревни Кубасы. Если бы вы не приехали дорогу, вы не сделали. Никому не нужна была бы эта дорога. Вот только начали бегать. Начали сегодня машины приезжать. Контракт с подрядчиком был подписан еще 11 мая. Срок сдачи 15 июля. Люди ждали и получили. Кучу песка. За день до завершения работ. Недовольные устроили сход. Дату сдачи подрядчик самостоятельно перенес на 10 августа. Но и это число оказалось неокончательным. В связи с тем, что он строительство, ремонт не начал, мы направили претензионное письмо. Я держу на контроле строительство этой дороги. Сегодня пригласил подрядчика. Работа начата не вовремя. Я с этим полностью согласен. Так как в связи с резким увеличением цен на инертные материалы, в том числе щебень и песок, данная смета стала нам не совсем рентабельна и не актуальна. Но несмотря на это, мы решили не расторгнуть контракт и доделать эту дорогу. Всю задержку по инвестиционному контракту я беру на себя. Я за это отвечаю. Местный активист Артур Лаптев обратился за помощью в нашу редакцию. С появлением съемочной группы «Республики» на дороге неожиданно появились и КАМАЗы с щебнем. С начала съемки закипела и работа по укатке дороги. Видимо, чудесное совпадение. Артур Лаптев теперь сомневается в качестве сделанного наспех. Я сам лично хочу тоже привлечь независимую экспертизу, оплатить и привлечь туда независимую экспертизу, чтобы действительно проверили. Нам же дорога нужна на будущее для своих детей, для внуков. В деревне около 40 домов. С каждого собрали почти по 2000 рублей, чтобы вступить в госпрограмму инициативное бюджетирование и починить, наконец, дорогу. Всего отремонтировать нужно 800 метров полотна. Денег хватило только наполовину. Без внимания оказался самый проблемный участок. Вот грязь. Даже в сапогах только можно пройти. А так нет. Когда дождь. После дождя. Две недели стоит тут лыжа такая большая. Невозможно даже пройти. А мне по работе бегать надо туда-сюда. Я тоже постоянно хожу на дороге. Заместитель главы администрации Маргаушского района утверждает, все будет, но только после того, как решат другую задачу. На данный момент сельским поселением разрабатывается проект по капитальному ремонту водопроводных сетей по данному населенному пункту. И чтобы деньги потом в последующем не закапывают, у них было принято решение, что они в первую очередь переведут водопровод, заменят через этот переезд, и после этого уже благоустроят данный переезд. Сегодня здесь работают 6 единиц техники – каток, укладчик, грейдер, три самосвала, погрузчик и двое рабочих, которых наняли за день до нашего приезда. Теперь срок сдачи объекта 20 августа. Съемочная группа к выезду готова. Екатерина Шиверова, Алина Сусметова, Сергей Емельянов, Павел Рядков, Республика, Маргаушский район.